Масштабный сбой соцсетей во всем мире. Сбодрились все. Так во вторник вечером 5 марта произошел масштабный сбой в соцсетях Facebook и Instagram, принадлежащих американской корпорации Мета. Пользователи со всего мира сообщали о том, что их выбило из аккаунтов Facebook, Messenger и Instagram. И зайти повторно было невозможно. К сожалению, настолько глобализировано у нас уже интернет-пространство, что люди уже себя не представляют вне сети. Кто пытался зайти на свои страницы в течение этих двух часов, по киевское время это было Себаски, до 19-го года был масштабный сбой. Никто не мог зайти. Именно в этот промежуток была массовая паника. Платформа DownDetector, которая отслеживает отключения онлайн, сообщила, что перебои ощущались как в приложениях социальных сетей, так и на веб-сайтах по всему миру. О проблеме массово сообщали в Соединенных Штатах. Более чем у 566 тысяч американцев были проблемы с Facebook. Буквально сразу прокомментировал ситуацию представитель Мета Энди Стоун. Мы знаем, что люди имеют проблемы с доступом к нашим услугам. Мы сейчас над этим работаем. Энди Стоун, представитель Мета. А дальше DownDetector начал фиксировать сбои на других популярных сервисах. В частности, Google, Twitter, WhatsApp, TikTok и YouTube. После часового сбоя первым заработал Facebook. Чуть позже ожил и Instagram. С чем же на самом деле был связан сбой с доступом к соцсетям, версии разделились. Компания Мета очень кратко объяснила эту ситуацию. Технический сбой. Это программное обеспечение. Это железо. Это человеческий фактор. Может быть, все что угодно. Техническая проблема вызвала трудности с доступом к некоторым нашим службам. Мы как можно быстрее решили проблему для всех, кто пострадал. И просим прощения за неудобства. Британский телеканал Sky News со своей стороны сообщил, что сбой спровоцировала диверсионная операция йеменских уситов. Якобы именно они повредили 4 из 15 кабелей, обеспечивающих глобальный интернет и связь в Красном море. И инцидент повлиял на 25% трафика, проходящего через линии Красного моря, которые соединяют Африку, Азию и Ближний Восток. Но украинские эксперты в эту версию не особо верят. Потому что я сейчас обрежу провод у себя в одной комнате, но у меня сидит будет в другой комнате. Ну, банально. Вы представляете, глобализацию интернета и этих кабелей по морю, по океану в нашем мире. И более 500, если еще не больше. И если повреждается какой-либо из кабелей, проводов, оно всегда перераспределяется. Представляете, какое себе количество каждый день выходит из строя будь какой кабель. Технический износ, якорь не так упал от корабля, зацепило там кто-то подводники, баллы, еще что-то. Акула, шторм, цунами. Каждый год происходят такие сбоги. Их чинят в течение дня либо месяца. Сами хуситы отрицают свою причастность к нападению. Хотя ранее еменские повстанцы хуситы перерезали кабели в Красном море в конце февраля. В декабре они пригрозили сделать это, если Израиль не прекратит военную операцию в секторе газа. И пока Инстаграм и Фейсбук не работали, миллионы людей регистрировались в WhatsApp. WhatsApp – это компания непосредственно в Сукерберге. То есть такой маленький лайфхак, который заставил несколько миллионов пользователей строить себе WhatsApp. А еще в Телеграм. Интересно, что Телеграм надежнее этих сервисов, несмотря на то, что тратит на инфраструктуру в несколько раз меньше на одного пользователя. У нас также примерно в тысячу раз меньше штатных сотрудников, чем у Мета. Но нам удается запускать новые функции и внедрять инновации быстрее. Павел Дуров, владелец Телеграм. Эксперты называют еще одну версию сбоя. Теория заговора, то, что были предвыборы в Америке, как раз вчера, выставляли своих кандидатов, возможно, это было влияние на выборы. В целом глобальный сбой соцсетей длился около двух часов. Эксперты уверены, за это время ничего критичного не произошло. По большому счету ничего страшного не случилось. Такие сбои бывают периодически, мы про них неодноразово знаем. Да, это был масштабный сбой в системе. Говорилось про инсту, говорилось про фейсбук в основном. Также подтягиваются то, что была проблема и в гугле, и где-нибудь где, а ютуб. Я этого не заметил. Более того, я вам скажу, что большая часть населения планеты вообще этого не заметила. В том числе и у нас, потому что вопросы было масса. А что это было? А что я пропустил? Последствия были бы, если бы такой сбой растянулся на дни. А то и недели. Может лететь некоторый бизнес, может лететь некоторые мероприятия, которые под это заточены. Те же самые реакции упасть у того же компании МЭТА, потому что они не могут предоставить услугу, за которую они получают рекламу и все остальное. Рекламщики очень сильно бы пострадали, потому что их продукт не заплатили, продукт ушел. Блогеры очень сильно бы пострадали. То есть в данном случае, да, тут уже начинается другая ситуация. Сбои в течение недели и так далее для тех, которые ведут этот бизнес, кто занимается общественным мнением и всем остальным, для них это реально глобально. Скажем так, глобальный сбой проблема приносит глобальным компаниям. Субтитры создавал DimaTorzok